Выйди за меня! В 17 городах Украины сегодня состоялись марши за права животных. С кошками и собаками люди вышли на улицы. От кого они хотят защитить тех, кто не может за себя постоять? Подробности в сюжете. В Киеве несколько тысяч участников марша прошли колонной от парка Шевченко до площади перед парламентом. За защитники требуют от властей разработать действенный механизм борьбы с теми, кто издевается над животными. И хотя де юре закон существует, де-факто он не работает. В Днепре участниками марша стали более 300 активистов. Александр пришел с трехмесячным Амиго. Это его лучший друг, помощник и полноправный член семьи. При правильном воспитании это еще может быть и помощник, и охранник, и поводы, и очень много направлений, чем собака. И собаки служат в армиях, и собаки служат в пограничных войсках, обнаруживают наркотики, помогают ловить преступников. Собака это вообще многофункциональный такой, ну как человек, только вот сказать не может. Волонтеры рассказывают, в последнее время на улицах существенно увеличилось число беспризорных собак и кошек. В приютах животные оказываются из-за равнодушия и жестокости людей, поэтому зоозащитники решили сказать «хватит». Ни изнущением над тваринами. Животные это не мусор. В Ужгороде на улицу вышли около 150 человек со своими питомцами. Пес Майк инвалид. Его сбила машина, волонтеры выходили. Но передвигаться самостоятельно он не может. Неравнодушные люди собрали 250 евро и приобрели специальную собачью коляску. Мы должны помогать и сказать за тварину, что мы есть, мы живы, мы также имеем чувство, мы можем чувствовать и боль, и радость, но мы не можем это сказать. И поэтому мы пришли сказать за тварин, что любят нас, мы тут есть, мы рядом вас и мы ваши друзья. Зоозащитники уверены, общество уже готово взрослеть, поэтому они продолжат борьбу. После официальной части во всех городах подписали документ, в котором определили цели совместной работы до 2025 года.